сегодняшняя тема микросервисы часто очень часто особенно вот на собеседованиях особенно в вакансиях слышится и видится название микросервисы но как я понял из общения с некоторым количеством разработчиков не все или не не одинаково все правильно понимаешь что это такое для чего это нужно давайте разбираться цель моя в этом видео показать не просто ну в смысле не просто рассказать что такое микросервис или или даже не так не просто рассказать свою точку видения о системе микросервисов но и показать пример решения этой системы этой проблемы то то есть при создании микросервис с чего начинать куда бежать за что хвататься итак давайте вот первый слайд микросервисы пример построения архитектуры на базе dotnet core в общем то это правда так оно и будет на базе dotnet core и будем строить приложением причем в этом видео я хочу показать не просто как это строить в смысле основы но и в дальнейшем сделать продолжение этого видео сделать конкретный микросервис ну я не знаю чем-то например придумаем но опять же если видео наберет определенное количество лайков ну чтобы имела смысл вообще этим заниматься вот итак приступим давайте первое что мы можем сделать без какого-либо напряга это пробежаться по по википедии что-то в википедии написано у меня практически все слайды там первые несколько штук они видят позаимствованы материалы из википедии я не просто буду я пытаюсь прокомментировать то есть вот смотрите микросервисная архитектура программное обеспечение на взаимодействие на насколько это возможно небольших слабо связанных и легко изменяем их модули микросервисов в общем то тут как бы один принцип чем меньше тем лучше про количество их рояля как бы не поет вот давайте пойдем дальше посмотрим что у нас в основах построения что такое микросервис на чем они строятся вообще архитектура это построена на чем собственно говоря это как вы уже видите это rest архитектура да то есть передача состояния в общем то через http протоколу и джейсон как как текстовой формат обмена данными сейчас придумывают еще более новые более менее емкие в отличие от xml или даже джейсон форматов домена данными но вот сейчас в общем-то сильно очень пользуется популярностью джейсон то есть джейсон object notation так вот основа построения всегда это web http протокол в большинстве случаев ну скажем так 90 95 процентов через rest протокол передаются джейсон данные грубо говоря это в приложение веб-сайты до веб и пи я и так называемые не api а и пи ай то есть application интерфейс протокол если конечно правильно помню но бог не важно да вообще это чего это тогда делается давайте с целями объяснимся в общем то цель любой микросервисной архитектуры это минимизировать связиность как мужа раньше читали на предыдущих слайдах то есть минимизировать связь между модулями это у эта возможность изменять добавлять новые модули системы без остановки целой системы ну в общем то в чем это может высказаться например вы запустили какой-то микросервис ну давайте так без без микрослова допустим и запустили сервис по обработке фотографий смотрите у вас есть какой-то сайт и он один там целиком вот большой без каких-либо делений не микросервис и нашло пришло наступило время допустит добавить какой-то новый там вот движок по обработке там каких-нибудь фотографий или специальных там фильтров что вам для этого нужно вам нужно собственно говоря после того как вы внесли изменения в систему выгрузить новых вам нужно остановить сайт грубо говоря там на какое-то добавить в общем то в данном варианте архитектура работает идеально просто потому что ваш движок на самом деле небольшой ну простой две-три-пять секунд можем мало кто там заметит допустим предположим что у вас есть большая система ну например amazon да сколько там пользователей а понятно вы тоже не знаете но на самом деле очень много и секундная простой система будет стоить миллионы миллионы долларов я просто уверен так вот опять же говорить о том что микросервисы модное понятие новое нет она далеко не новое далеко не модно может быть даже модно не новое это точно впервые про них было сказано 2001 году на какой-то из конференций врать не буду если интересно посмотрите википедии как как разбиение то есть как архитектуре как принципе разбиение на мелкие модули связи и связи между ними а в 2014 году мартин фойлер заявил уже официально что то есть был выведен какой-то паттерн он на нем высказался мы позже к нему вернемся вот ну то есть до 2014 года как вы понимаете все эти гиганты там а за amazon и microsoft и там google они уже существовали и такое понятие как микросервис они уже используют только для них это не было микросервис они были они использовались и потом просто появилось слово микросервисы и собственно говоря так вот она вот всплыла там в недальнем не в недавнем времени стало модным что это значит это значит что так или иначе это все уже было давно придумано до нас а теперь это просто для удобства называется микросервис и чтобы все понимали что это такое для того чтобы понимать что такое можно определить самые главные характерные свойства да как описывает википедия но вот первый пункт дому модули можно заменять в любое время акцент на простоту независимость развертая обновление каждого микросервис ну вот собственно говоря представьте если ваш сайт обрабатывает фотографии вы можете целиком за один раз заменить весь сайт и не быть ночью по какому-то московскому времени да чтоб никто там не лазил минимальное количество изменений затронуть затронуть пользователей чтобы предоставить им минимальное количество неудобств в общем все нормально но как только ваш сервис начинает работать на нескольких сайтах или ваши допустим фотографии хранятся в одном месте обработаны в третьем месте между ними там какой-то среда взаимодействия есть который их сортирует фильтрует там допустим другие сайты обрабатывают вы разгрузку распределили по другим сайтам одни накладывают фильтры другие там я не знаю распознают еще что-то неважно тут получается что в одном на одну тему на на 1 как сказать это по-русски но для одной цели работает несколько сайтов которые работают в одном в одном клубе в одном месте если в одной связке и вот эта вот связка чем меньше она то есть допустим обновить сервис по хранению данных независимо от других чтобы ничего не поломалась вот собственно говоря для этого и нужны были микросервисы я опять же повторюсь это давным-давно был и данным работает просто недавнего времени ну как с 2014 года начали вот так называть теперь дальше смотреть второй модуль ой 2 характер второе свойство характерно модуля орган организована вокруг функции что это такое ну то есть когда микросервис выполняет только одну единственную достаточно элементарную функцию как я уже сказал ранее например если мы возьмем какой-нибудь сервис по обработке фотографий то один сервис опять же набор из этих микросервисов которые обрабатывать фотографии может допустим обалденно качественно загружать да то есть там с разными способами с разных платформ с импортные там сканируем то есть вот просто он одно дело загружая все фотографии он делает элементарная фурт с функцией загрузки но делает это настолько обалденно классно качественно и вообще просто вот цены нет потом также можно разделить и другие функции например обработки там фильтр наложения фильтров художественных там еще каких-нибудь или допустим распознавания то есть просто делает сервис одну задачу например распознает на делаю и обалденно классно собственно говоря это не конечные давайте перейдем на следующий слайд далее еще характерными свойствами для сервисной для микросервисов могут являться модули с использованием различных языков программирования что это значит ну то есть все модули в одной системы не должны вернее не это не обязательно должны быть написаны на одном языке на одном приморке или использовать один там шаблон или программное обеспечение которое было они могут выполняться вообще на разных в разных средах на разных серверах на разных фермах так сказать то есть под управлением разных операционных систем на различных платформах ну в общем то как вы понимаете все таки все хорошо в меру да ну вот в общем приоритет дается пользу наибольшей активности для каждой конкретной функции ну чтобы нежели стандарт то есть объяснить то по-русски так извиняюсь я запутался то есть использование разных фреймворков и вот всего перечисленного можно можно до такой степени что даже некоторые стандартизационные средства разработки с некоторой стандартизации средств разработки исполнения их можно игнорировать ну о чем это говорит на это говорит о том что чем эффект то есть эффективную систему можно построить разными способами при этом использование разных фреймворков разных языков программирования возможно одно будет на одном языке лучше например машин клёным так называемый вот на пейтоне да то есть на си шарпе вас приятель получится хотя в принципе уже микрософт выпустила некоторый фреймворк машин мл точка на этом 05 или 06 версия но не важно то есть если язык предназначен там для одного и делает ним это лучше то нужно использовать его и не пытаться стандартизировать средства разработки то есть если вот решили все писать на си шарпе то все на си шарпе вот собственно говоря ну мы там дальше об этом говори поговорим ну вернемся к этому там слайд будет итак следующим архитектурное свойство архитектурная семя симметричная то есть архитектура симметричное то есть нету никакой иерархии один сервис не может зависеть от другого grate не может от от пятого то есть никакой древовидной структуры никакой иерархии всем микросервисы одноранговый то есть они все равнозначны то есть если у вас есть какой-то сервис который может опять же там накладывать фильтр на фотографию а другой сервис может загружать фотографии, то ни в коем случае не может быть один главный, а другой зависимый от него. И между ними зависимости естественно быть, не должно быть. Фу! Так, давайте дальше. Смотрите, философия. В общем-то, это тоже из Википедии материальчик подобран. Философия микросервисов копирует философию Unix. В общем-то, то, что уже сказал раньше. Каждая программа должна делать что-то одно и делать это очень хорошо. Другими словами, программы простыми, как сказать по-русски-то? Микросервисы минимальные, призначаются для единственной функции. Ну, то есть, то, что уже говорил ранее, чем меньше программа, тем она аутентична, или можно сказать, и чем атомарнее действие, которое она выполняет, то есть одно неделимое, тем лучше. Тем эффективнее сервис работать, тем проще будет подменить этот функционал, тем эффективнее можно будет написать новый и, соответственно, опять же, подменить его. То есть, система будет расти во всех проекциях и в качестве увеличения функционала, и в качестве функциональных возможностей. И далее, на восьмом слайде у нас есть такое понятие, как среда выполнения. В общем-то, о чем речь идет? Все сервисы, так или иначе, они между собой не должны быть, ну, микросервисы, в частности, о котором мы сейчас говорим, они не должны между собой быть связаны. Ну, это как бы не совсем такое корректное заявление, то есть, чем меньше они связаны, конечно, но сервисами нужно как-то управлять. Смотрите, наиболее популярная среда выполнения микросервисов, извините, среда контейнеризованными управлениями, система управления контейнеризованными приложениями. Ну, на самом деле, их несколько, я буду говорить про кибернетис. Кибернетис обычно сокращают до К8С, 8 это значит количество цифр, ой, количество букв между буквами К и С, ну, по принципу, как, ну, ладно, бог с ним. Интернализация тоже так же сокращается, ай-18-Н. Ну, бог с ним, не важно. В общем, кибернетис это открытое программное обеспечение, которое там придумало было когда-то давно для нужд внутренних компаний Google, потом получило всеобщую огласку и начал работать на аутсорсе для сторонних, ну, в смысле, для всех подряд во всем мире. В общем-то, суть в чем? Программа поддерживает основные технологии контейнеризации, включая докер. Ну, докер, думаю, что вы знаете такое R-K-A-T-T, то есть тоже из этой же области. В общем, таким образом получается, что вы написали какой-то сервис, я опять же пример попытаюсь привести, который загружает фотографии, да, опять же, вот вернемся к этому примеру. Чего проще разместить его в докере, то есть в песочнице, так называемой песочнице разместить, который будет по требованию поднимать ваш сервис и обслуживать клиентов, которые будут делать запросы на там, на загрузку фотографий, да. В какой-то момент времени у вас будет там какая-то реклама пройдет, и количество пользователей максимально скаканет там в разы раз, и ваш сервис перестанет справляться с этой нагрузкой. Так вот, Кубернетис позволяет, он как оркестрант, то есть как управляющий орган, то есть, я не знаю, как глава семейства, он может сказать, то есть, ну как сказать по-русски там, может поднять инстанс еще одного загрузчика фотографии, да, то есть у вас будет в обслуживании, то есть в систему появится не один загрузчик фотографии, а два, то есть количество обслуживаемых пользователей увеличится. Собственно говоря, когда нагрузка вспадет, он таким же образом сможет уменьшить эту нагрузку, ну в смысле закрыть сервис там за ненадости, ну в общем, я в подробности кубернетису вдаваться не буду, по такому же принципу работает Azure от Microsoft, ну то бишь на языках некоторых программистов это Azure, вот, ну я буду говорить, как говорят в Microsoft, Azure, вот, собственно говоря, так или иначе, Azure это большое облако, ну у него есть там тоже сервис, я честно говоря, вот честно не помню, как он называется, нет, не брокер сервис, господи, не помню, ну суть рояля не педалит, итак, давайте немножечко истории, я обещал не вдаваться в подробности, поэтому вы все это в принципе можете прочитать, я просто веду к тому, что, чтобы максимально просто все-таки изложить, цель моя такая, итак, история, вот, собственно говоря, то, что я говорил, несмотря на то, что термин микросервис упоминался еще с 2000-х годов, на каком-то вот архитектурном семинаре в Венеции в 2011-м году, появление концепции относит к этому времени, а вот в 2014-м году внедрениях в рамках собственных программных разработок заявили специалисты такие компании, как Amazon, Netflix, Twitter, ну то есть, они вот посмотрели, что что-то такое общее у них получается, и по какому-то одному и тому же принципу работать, решили, что это вот будут микросервисы, так назвали в 2014-м году, они вот заявили, что у них уже это типа есть, они это используют, но с 2015-го года в ведущих и дательствах регулярно начали появляться книга о микросервисной архитектуре, в общем-то, то, чего мы слышим там последние там 4 года, я почему-то читал 2, 3, ну ладно, пусть будет с 2015-го. И, собственно говоря, давайте перейдем, ну то есть, нету, не бывает так, чтобы было все хорошо, в этой архитектуре есть свои минусы, и так, первое, что появляется автоматически из среды использования, делая вывод, то есть, вот эти сетевые задержки, обращение между с сервисами, потому что они все в интернете, потому что их много, и один там отправляет запросы в другой сервис, третий там в пятый, и пока получится результат, ну, некоторые нюансы и все-таки задержки существуют. Далее, ну, нельзя не говорить о том, что сколько сервисов, столько у них форматов сообщений, то есть, так называемый обмен данных используется, и вот универсализировать, или, так сказать, отформатировать все форматы сообщений, прошу прощения, за каламбур, между сервисами, это бывает, на самом деле, достаточно, очень сложно. Опять же, всего того, что используются разные фреймворки, разные платформы, разные, там даже языки программирования, то есть, прийти к общему знаменателю, ну, в общем, это сложная система, поэтому нужно это иметь в виду. Ну, и как результат, все вот эти вот балансы, нагрузки, отказоустойчивости, они как бы имеют там обратную сторону, то есть, либо у вас отказоустойчивость там равна 100%, то есть, классно работает, там, баланс нагрузки распределен, ну, либо вы за это платите, потому что, он на самом деле баланс, он как бы балансом, а вот за это все равно кто-то должен платить. В общем-то, надо еще сказать вот что, некоторые полагают, что вот монолитная система, когда одно большое сплошное приложение, там, крутится на каком-то сервере и работает однонаправленно, то есть, монолитно, неразделенно, вот, и микросервисы, это параллельные вещи, в общем-то, как вот гласит некоторые, некоторые блоги умных людей, в частности, там, Мартин Фоуллер и другие умные люди, они говорят следующее, смотрите, монолитная система является начальным этапом разработки программного обеспечения, когда система переходит, ну, за определенные, там, размеры пользовательской аудитории, она перестает удовлетворять, в первую очередь, mountainability, то есть, она перестает быть поддерживаемой, и для того, чтобы поддерживать, невозможно остановить систему, и потом, как бы, там, подменить, попросить пользователя, там, подождите, мы тут обновим, вот, поэтому микросервисная архитектура является непосредственно продолжением монолитной системы, то есть, надо учитывать, что микросервисная архитектура, микросервисная система, они многократно сложнее, чем монолитные, их сложнее создавать, в первую очередь, поддержка тоже, там, накладывает некоторый отпечаток, ну, в частности, если монолитная система, у вас там, может быть, одной кнопкой опубликована, там, на какой-то сайт, я не знаю, то же самое, Azure, какой-нибудь там, Parking.ru, или еще, я не знаю, много всяких хостингов существует, или там, который использует веб-деплой, там, буквально при помощи одной кнопки, то микросервисная архитектура, она требует специально наличия, так называемого, девопса, новомодном звучании, или выкновенного сисадмина, который должен, вот эти вот все сервисы между собой, сопрегать, так сказать. В общем, все хорошо в миру, опять же повторюсь, но микросервисная архитектура, это такой долгосрочный путь, который должен, который должен поддерживаться не одним разработчиком, и там, даже не одним сисадмином, а иногда там, большое количество людей. Так вот, Мартин Фоуллер, в 2014 году, в своем блоге, давайте по-русски сделаем, что-то это самое, высказался по поводу микросервисной архитектуры, следующим образом. Этот термин возник в последние несколько лет, чтобы писать конкретный способ проектирования программных приложений, как набор их независимо-развертымых служб. Ну, очень четкое, по-моему, заявление, и как раз попадание в точку, что это независимо-развертываемые службы. В любом случае, это должно работать раздельно. То есть, службы должны дополняться друг другом, ну, то есть, вести какой-то функционал параллельно. Несмотря на то, что нет точного определения этого архитектурного стиля, ну, собственно говоря, то, что вот было-было-было, а потом раз и назвали. Существуют определенные общие характеристики организации. Связанные с возможностями бизнеса, автоматизированием развертывания, интеллектуальным в конечных точках и децентрализованным управлением языками и данными. Вот, я прошу обратить внимание буквально вот на последнее предложение. Несмотря на то, что нет точного определения от архитектурного стиля, существуют определенные общие характеристики организации, связанные с возможностями бизнеса, а автоматизированным развертыванием интеллектом в конечных точках и децентрализованным управлением языками и данными. Ключевой момент, смотрите, в интеллектуальном, как оно, с интеллектом в конечных точках. Что это значит? Смотрите, у вас есть службы, их много, они микросервисы называются. Так вот, вы не можете всю бизнес-логику держать в одном месте вашего большого вот этой архитектуры. Нельзя там какой-то бизнес-сервер. Да, вот раньше было такое понятие, как двухзвенная система, трехзвенная архитектура, и вот появились микросервисы. Когда была двухзвенная архитектура, тогда все данные хранились на SQL-сервере, на каком-то там из SQL-серверов, который при помощи сторон процедур вся бизнес-логика была вшита буквально в сервер хранения базы данных. И это налагало достаточно сложные проблемы по там миграции данных, там, я не знаю, по сопровождению, по подмене, то есть, ну, в общем-то, достаточно старый паттерн. После этого был переход на трехзвенную архитектуру, когда сервис баз данных хранил данные, когда клиент был чисто обработчиком данных, и была еще третья служба, третье место называлось бизнес как она, бизнес-логики, сервер бизнес-логики, в котором были все обработки, все, которые он мог взять от клиента, закинуть на сервер, взять сервера, показать клиенту, ну, то есть, какое-то промежуточное звено между клиентом и хранением баз данных. Так вот, микросервисная архитектура включает в себя необходимость использовать конечные точки, то есть, сервисы, в которых заложена своя собственная логика. Вот это как раз и дает возможность переопределять, модернизировать приложение. О чем речь? Ну, например, допустим, у вас есть какой-то там микросупер-экстремега-сервис, который отправляет платежи, допустим, вашим клиентам раз в год. Ну, вот такой специализированный, узконаправленный сервис, который отправляет даже не столько платежи, сколько акты сверки, да? Акты сверки, они как лежали в базе данных, так и лежат. Формирователь этих платежей или этих писем. Это должен быть еще один сервис. А вот то, из чего не отправляется сервис по отправке, он может отправляться и специальным кодом, написанным через архитектуру .NET, да? Может использоваться, ну, я имею в виду, что стандартными свойствами, там, ой, как он, .NET, который в сборке лежит, HTTP, клиент, там, create, то есть, в общем-то, вручную написанная сборка, можно воспользоваться сторонними отправщиками, которые там кое-что там дополнительные делают. То есть, вся логика по отправке может и должна находиться непосредственно в этом сервисе отправки. Чтобы понятно было, о чем я говорю, смотрите, допустим, у вас есть опять же сервис, который накладывает фильтры на фотографии. то есть, вы загрузили какую-то фотографию, потом какой-то художественный эффект хотите на него наложить. Так вот, глупо, да, вот этот вот расчет этого эффекта, то есть, математику и формулу, анализы и там все другие математические операции выкладывать куда-то там еще. Ваш сервис должен знать, что он делает, какие точки он берет, куда накидывает, какие цвета меняет на основании тех формул, которые должны лежать именно в этом сервисе, так называемом, в конечной точке. А вот давайте перейдем к следующему. Итак, демонстрация примера. Давайте я вам сейчас покажу пример реализации. Сейчас я переключусь в Visual Studio и мы продолжим. Итак, я переключился в Visual Studio. У меня это версия Enterprise. пока еще не истек интериальный срок. В общем-то, вот смотрите. У меня есть... Итак, как мы уже определились, это приложение API, так называемое, которое построено на базе .NET Core. Итак, у меня приложение .NET Core, которое не имеет никакого UI, то есть обыкновенный backend. собственно говоря, в этом-то и заключается прелесть вообще микросервисов так называемых, прелесть API, который... на который можно начнуть, так сказать, любой backend, на любой... на любом SPA, я не знаю, там Angular, React, что хоть хотите, можно даже Aurelio и даже Durandal или даже вообще ничего не делать, а просто сделать допиев приложение, которое будет дергать сервисы. Ну, в общем-то, возможности безграничны, да? Ну, опять же, в разумных пределах. Значит так, у меня есть API-приложение, то есть обыкновенные контроллеры, да, обыкновенные, которые собраны специальным образом. Вот, давайте, наверное, для начала я... Давайте я запущу эту штуку. Вот. Вот, вы, наверное, понимаете, да, что когда разрабатываете приложение без UI, то им управлять становится достаточно сложно. Так вот, эту вот проблему решает так называемый свагер. Это система, которая на вашей контроллере, например, аккаунт контроллеры, допустим, валют контроллер, давайте я вам покажу. Вот у меня, допустим, есть валют контроллер, видите, обыкновенный контроллер, ну, пока, вот, на самом деле, тут уже прослеживаются некоторые вкусности, я вам потом про них всех расскажу и покажу. Ну, в общем-то, это обыкновенный контроллер, у которого есть методы, которые выполняют какие-то действия. Так вот, вот этот вот свагер, вы про него тоже наверняка уже много слышали, он просто помогает управлять приложением в реальном времени, прям, ну, то есть, это такой, так называемый UI, юзер интерфейс, конкретно для API. На самом деле, очень удобно. Почему? Потому что для вызов болевого метода здесь можно посмотреть, что он возвращает, как возвращает, какую модель, варианты ответа. Ну, в общем-то, я надеюсь, что вы уже про него все знаете, но если не знаете, почитайте про сваги. Вот. И я вам хочу предложить тот самый шаблон, о котором сказал в самом начале. Этот шаблон позволяет вот так вот практически с ничего, буквально два-три хлопа притопа, блин, запустить систему и начать уже работать с прикладной задачей, то есть, решать какие-то бизнес-правила, решения каких и как уже накладывается на вас, а я сейчас хочу показать, что в этом шаблоне есть. Я планирую вот это приложение заемлю в шаблон, может быть, даже в этом видео получится показать, но, тем не менее, во-первых, я хочу это сделать для себя, ну, потому что задач на самом деле много, и микросервисы стряпать, ну, не так просто, особенно если учесть, как мы уже определились, это самодостаточные приложения, которые должны иметь авторизацию, аутентификацию, правильно? Значит, приложения должны иметь базу данных для хранения каких-то там хранимостей, если так можно выразиться, ну, то есть, какие-то правила валидации, если хотите, что-то там, ну, нельзя, допустим, что-то не проверив, запихнуть там в базу данных. В общем-то, с недавнего времени у меня стоит задача разработать и придумать микросервис, но когда выяснилось, что их может быть много, этих API и таких микросервисов, то я решил поставить на поток, и поэтому вот придумал такой шаблон, о котором вам сейчас хочу и рассказать. Итак, давайте сейчас вернусь к слайдам и покажу поподробнее. Так, вот мой слайд, так, давайте на следующий перейдем. Так, что в этом шаблоне, который был, вот придуман мной буквально, ну буквально недавно. Значит, смотрите, у меня в этом шаблоне есть база данных, вернее, не столько база данных, только Entity Framework. Entity Framework вы уже знаете, что это такое, это ORM, который может подключаться к разной базе данных, например, POS, GRES, или допустим, MSSQ, или SQLite, который, ну, про ORM я сейчас тоже не буду рассказывать, очень удобная штука, на самом деле. Дальше, у меня в этом шаблоне есть реализация паттерна Unit of Work. Ну, соответственно, в нем есть репозиторий, у меня все в этом паттерне, в этом шаблоне, вернее, прошу прощения, построено на авторизации, авторизация на базе Microsoft Identity, который использует GVT Barrier, авторизация, то есть, OUS 2.0, так называемую, у меня есть Swagger, который вот вы уже видели, который сейчас виден вам на картинке, авторизацию используется Identity Server 4, так называемый, сервер авторизации, если вернуться назад в историю, то в ISP.NET MVC 5 в систему изначально был встроен сервер авторизации, который Microsoft сделала сама, вот, и когда перешли на так называемую .NET Core платформу, выяснилось, что в платформе .NET Core MVC никакого сервера авторизации нету, поэтому Microsoft прям в MSDN, то есть, в документации описала, что вы можете, мы не стали вкладывать свой собственный, но вы можете взять любой из перечисленных, и одним из них был Identity Server, почему я взял Identity Server, ну, потому что по некоторым слухам Identity Server в будущих версиях, например, версии 3.0 .NET Core будет интегрирован снова в систему, в общем-то, поэтому я взял, чтобы можно было легко и просто познакомиться с его настройками, и, собственно говоря, начать пользоваться, ну, и миграция со старых версий, ну, была очень простая, я собираюсь не бросать этот шаблон, я буду развивать дальше, вообще от вас жду комментарии, может быть, просьбы, может, еще какие-нибудь штуки, деньги, может быть, в общем-то, смотрите, Identity Server 4 это сервер авторизации, что такое сервер авторизации, сервер авторизации выдает токены, так называемые, вообще, это так называемый стендалон сервер, который может быть вообще стоять как отдельный микросервис, ну, я очень настоятельно рекомендую, чтобы это был отдельный микросервис, вот, который выдает токены, то есть разрешение на доступ к другим сервисам, в общем-то, система достаточно сложная, я вот пожалел, что не нарисовал схемку, как это должно работать, но в данном варианте, в данном шаблоне этот сервер авторизации поднимается на базе, ну, вот этого API, то есть, и работает на том же адресе, в любом случае, вы можете в любой момент вынести этот сервер в другой сервис и, собственно говоря, разгрузить систему или вообще-то манифицировать. Далее, используется автомапер в системе, который, ну, я не знаю, знаете вы или нет, но лучше, конечно, узнать. На самом деле, автомапер это один из фреймворков, который позволяет проецировать одну сущность на другую, вернее, значение свойств. Очень удобно, давно пользуюсь, вам советую. Дальше, у меня используется в этом шаблоне MailKit, это сервис отправки сообщений, то есть, email сообщений, и он тоже, на самом деле, очень мощный, масштабированный, вместо кастомного кода, который вручную писает там HTTP клиент Send, я использую вот этот MailKit, который может легко настраиваться, в общем-то, здесь он присутствует. Дальше, шаблон, ой, в смысле, шаблон, формат данных используется JSON везде, ну, хотя и ничто не мешает, в API-архитектуре использовать XML, ну, так как шаблон, что такое шаблон привязался, так как формат JSON гораздо меньше по количеству данных, одной и той же информации, передаваемых в интернете, просто сжатый, сильнее, в силу своей спецификации, поэтому, вот, используется он. Ну, опять же, здесь используется мой Operation Result Компонент, который говорит о том, что все API-контроллеры, которые существуют в системе, возвращают одинаковый формат сообщений. Operation Result, ну, не знаю сейчас, как, ну, давайте сейчас найду в блоге статью, пять секунд покажу. Вот, у меня есть статья, которая описывает, для чего ее нужно и зачем она нужна. В общем-то, я уже, наверное, упоминал об этом в предыдущем видео, ну, и тут пять секунд побежим. Смотрите, когда у вас сервер выдает один и тот же формат данных, вам гораздо проще предопределить результат обработки этих данных, то есть, написать какую-то там React-классы или, допустим, там, JavaScript-класс или компонент, который просто будет одинаковым образом получать, одинаковым образом обрабатывать одинакового типа ответы. Что включает в себя Operation Result? Operation Result это, вот, смотрите, Operation Result всегда содержит результат. Во-первых, это generic тип, который содержит результат запроса, то есть, результат обработки. Во-вторых, в него включает в этот класс свойство Exception, то есть, если я не получил результат, ну, тогда я должен прочитать Exception. Более того, содержится такое понятие, как метадата в этом Operation Result, который говорит о варианте выполнения, то есть, о типе статусе, то есть, Info, Success, Error, ну, и тут два вспомогательных, Data Object и Warning. В общем-то, если интересно, вот ссылочка перед вами, можете это самое почитать. Поехали дальше, смотрите. Также у меня используется Paged List. в общем-то, эта часть от Unit of Work, в нем имплементация, еще раз скажу, что я имплементацию Unit of Work, то есть, реализацию этого паттерна, я потратил, на самом деле, большое количество времени, там, ну, не соврать, много-много недель, скажем так, если не месяцев. в интернете существует очень много реализаций подобного рода, то есть, о чем, о чем это такое? Это то, как обращаться к базе, как получать репозитории, как использовать транзакции, как, как сохранять, как обрабатывать пачку документов, как, ну, в общем-то, понятно, да, о чем я говорю? То есть, при создании какой-то бизнес-логики, чтобы не заморачиваться над тем, как там создать сущность, как обратиться к базе, я вот завернул вот весь необходимый функционал, так называемый юнитворк, который собран, опять же, повторюсь, из большого количества разных юнитворков, я брыскал по гитхабам, всяким там другим сорсникам, собирал самые лучшие варианты и добавлял своим собственным функционалам, в общем, получилось на самом деле неплохо, я планирую сделать, опять же, как я вначале говорил, дополнительное видео, в котором я покажу обязательно, как вот с этой штукой пользоваться, как использовать этот шаблон, и ладно, поехали дальше, в общем-то, вот что, какие наггет-пакеты использованные, собственно говоря, они немножко говорят о том, что есть в системе, но для порядка, давайте я вот так вот вам покажу, то есть, какая функциональность на основании этих пакетов, наггет-пакетов, заложена в этот темплейт, в этот шаблон, во-первых, что касается база данных, мы используем, я использую entity firmware core, во-первых, у нас, у вас, у нас, у вас, у тех, у нас, кто пользует этот шаблон, вместо идентификатора, то есть, int, long, или там, еще какие-то другие варианты, используется GUID, для чего это сделано, смотрите, давным-давно идут споры по поводу того, какой тип идентификатора, идентификации должен быть у сущностей, ну, обычно это int, и там, собственно говоря, много-много вопросов, много всяких разных, ну, на сайте scale.ru, например, вот уже неоднократно я говорил, постоянно, бытую, шарахаются в сторону, что лучше, int, или long, или GUID, в общем, лейтмотив там простой, если система не имеет никаких там, сторонних, так сказать, по-русски там, синхронизаций сервисов, где смешивается несколько баз, или сторонних баз, то лучше иметь int, это быстрее и проще, а если у вас существует несколько баз данных, то однозначно GUID, в общем-то, при наличии микросервисов, сами понимаете, что сам Бог прописал, GUID, так вот, в базе данных у нас есть GUID, IDENTITY, весь IDENTITY, фреймворк, созданы модели специальные для пользователей, пользовательского профиля, в этом темплейте, есть такое понятие, как сидинг, то есть первоначальные данные, есть метод, в который вы можете добавить свои первоначальные данные, я, в принципе, могу все показать, мне просто интересно поделиться и услышать от вас бэкэн, как он называется, калбэк, фу, блин, ну, короче, вы поняли, да, все, поехали дальше, уже и так что-то наговорил, еще ничего не показал, так вот, есть, что касается security, или как некоторые модные люди говорят, security, так вот, security построена на Microsoft Identity сборки, которая OpenOS 2.0, короче, используется, в общем-то, она построена на базе Identity Server, что дает возможность аутентификации, авторизации, как вручную созданной, так и на основании скопов, так и, ну, в общем-то, там очень много вариантов, все возможные, которые есть, вот эта вот OpenOS спецификация, она позволяет делать, а Identity Server 4 эту спецификацию полностью реализовывает, ну, или так скажем, почти полностью реализовывает, собственно говоря, там широкие возможности по настройке, там, начиная от кастомных реализаций, что, собственно говоря, легко делаться, и заканчивая уже соцсетями авторизации, то есть, вы свою систему, свой микросервис можете использовать на основании вот этой настройки все, что хотите. Unit of Work, как я уже сказал, использует ключевый момент репозиторий, используются транзакции, и еще я добавил такую фигню, как Last Error Tracking, что это дает, это, ну, то есть, если вы помните, если вы знаете Antity Framework, там есть такой метод, называется Safe Change, и Safe Change Async, который результатом обработки выдается количество обработанных данных, ну, обычно это там 0 или 1, грубо говоря, вот меня вот этого результата не устроен, поэтому я добавил там некоторую систему, которая специальным образом знает, какой результат был получен, то есть, даже не так, Last Error Tracking, Last Safe Change, Last Tracker говорит о том, была ли ошибка в момент сохранения или нет, если она была, то она возвращается, если нет, она равна 0. В общем-то, на самом деле, очень удобно, особенно, когда там делаются большие, так сказать, многоразовые записи в базу данных, ну, например, через транзакции, там что-то много раз вы записываете. Вот, ну и, собственно говоря, еще один немаловажный момент, который используется, это вот Entity Projection, так называемый, когда у вас, ну, тоже отдельная тема для видео, конечно, но я пока вот скажу просто, что это автомаппер, который имеет и сущности, то есть, например, там, которая лежит в базе данных, маппить, или как это по-русски называется, передавать значение свойств сущности ее в U-module. Так, что здесь еще? А, ну, в общем-то, в Entity Projection, ну, даже не столько в Entity Projection, а сколько вообще, надо было еще одну колонку сделать, валидейшн, потому что это отдельная тема, как вы знаете, существует несколько вариантов валидации, ну, как минимум, там, валидация ввода, да, когда пользователю нельзя ввести, там, буквы вместо цифр, или наоборот, есть валидация, допустим, серверная, когда, так называемая, консистенция данных, когда вы не можете в поле, там, интелое ввести стринговое значение, или там требует, требования там ввести, ну, то есть, когда запрет вводить, третий вариант, это когда бизнес валидация, ну, например, вы не можете заказать на складе 32, там, стула, если их там всего 18, да, в общем, вот, как минимум, три из типа валидации, причем они все размазаны по всей системе, я имею в виду по иерархии, от юзера, ой, в смысле, от ввода пользователя и до бизнес логики, поэтому они должны быть реализованы в разных местах инфраструктуры, и вот в данном варианте это все реализовано, я, в принципе, могу даже показать как. Давайте теперь переключимся в следующий слайд, опачки, у нас здесь новый контроллер, ага, давайте сейчас переключусь в Visual Studio, и покажу, как это должно применять. Так, я Visual Studio, смотрите, давайте сейчас, на основании того, что я сейчас вам рассказал, давайте пробегусь по проекту, потому что, так или иначе, чтобы вам с ним, если вдруг вам с ним захочется рончать, вы должны понимать, что к чему и откуда растут ноги. Итак, по порядку, Core, это первый проект, на уровне всего приложения, он является контрактным, то есть, здесь ничего другого, кроме как, ну, например, вот специфичные экземпшены, я уже говорил в одном из своих видео, что я предпочитаю все экземпшены оборачивать в свое собственное, например, вот просто экземпшен, да, обыкновенный, но я его назвал микросервис экземпшен, ох, как интересно, давайте сделаем вот таким вот образом, добавить, о, будет красиво, вот, то есть, те экземпшены, которые я выкидываю, ну, я просто по первому взгляду на название экземпшена могу сказать, я его придумал, то есть, мое, это экземпшен, обработанный, то есть, существующий мной, в смысле, в моей системе, или если это будет у меня просто экземпшен, значит, ну, что-то, реально, что-то плохое случилось, значит, это не мой экземпшен, не мной написанный, а выкинутый из системы, это, значит, не всегда, всегда какая-то фигня получилась, в общем-то, что опять же, в корр содержится экземпшены, какие-то вот, дата форматы, например, название ролей, которые существуют в системе, сервер, сервер, как он называется, URL для авторизации, если у вас здесь будет обособленный, какой-нибудь stand-alone identity server, сервер авторизации, вы сюда пропишите, и все автоматически, в общем, дальше, есть какие-то определенные, там, названия, да, которые, ну, что-то используется, что-то нет, то есть, если вы это захотите переписать в ресурсные файлы, вы легко будете название получать, вы, вам легко, проще будет это все каталогизировать, то есть, вынести ресурсные файлы, и подписать сюда нужный вам язык, дальше, есть какие-то специализированные сообщения, вот, например, регистрации, да, то есть, на английском языке, ну, в общем-то, опять же, вот, из этих файлов можно сделать ресурсный, и перевести на любой язык, дальше, есть какие-то, ну, общие понятия, то есть, обобщенные вещи, так, email server, ой, email message, извиняюсь, у которого mail to, subject, body, собственно говоря, больше-то ничего толком нет, ну, и вот, кому сюда отправляется, есть интерфейс, вы можете в системе использовать или нет, но я точно знаю, что в системе, которая работает по такому принципу, то есть, микросервисы, она как-то должна общаться и с админом со своим, и с другими сервисами, ну, в общем, на самом деле, простой вариант, админом управлять сообщения о текущем статусе системы, ну, и, вот, некоторые helper, которые, там, позволяют определить, правильный это email address, содержится ли там HTML строка, в общем, так называемый, я не буду вдаваться в подробности, ну, то есть, вы, наверное, сами сможете все посмотреть, я проект выложу в GitHub, вот, поэтому он будет в открытый, и можно будет смотреть, и так, точка core, это корневое приложение, то есть, контракты, там ничего, кроме общих данных, ничего нет, дальше, следующее, модули, смотрите, у меня есть так называемые базовые классы, вот они сейчас, на экране перед вами, на их, на их, так сказать, на их базе, строятся все остальные, там, зависимости, которые позволяют, там, применить какие-то архитектурные фишечки, чтобы можно было легко и быстро создавать, какие-то, там, прикладные задачи, да, ну, для примера, у меня сущность log, ой, пока не надо, вот, сущность log, что она из себя представляет, у меня есть базовая identity, да, модель, которая, I have ID интерфейс реализует, соответственно, good ID есть, в общем, вот по такому принципу, да, здесь, что, кто, куда, отправим message, обыкновенный log, это то, что можно писать, то есть, меняю в системе, получается, будет таблица log, логирование, да, бизнес логики, опять же, логирование тоже делится на несколько, на несколько, так сказать, ну, как сказать, ты идешь, палки, на несколько вариантов, да, скажем так, первый вариант, это когда логирование бизнес логики, то есть, вам, допустим, как администратору, или там, допустим, администратору системы, легко будет посмотреть, как из чего состоит бизнес логика, как там, допустим, какая-то сущность докатилась до такого статуса, то есть, все бизнес процессы, которые происходили с ней, они должны быть описаны вот в этой таблице логирования бизнес логики, дальше, второй вариант, когда системное логирование, когда, например, ну, это обычно пишется в каком-нибудь текстовой файл, ну, для этого есть Log4Net, что там еще, я помню, система, которая может писать файлы и, собственно, в консоль выводить и в дебаг Visual Studio, вот, не помню, как называется, ну, в общем, на самом деле, таких сервисов много, один из них Log4Net я уже назвал, вот, но есть и другие типы логирования, которые там Workflow могут отслеживать, они так или иначе делают одно и то же, они сохраняют информацию, то есть, о процессах системы, есть системного уровня, ну, когда там, допустим, сервис не найден, это когда уже URL, сервис свалился, или когда стул, там, запись каким-то идентификатором не существует, это уже больше относится к логированию бизнес-логики, ну, или когда, там, ну, не будем даваться подробностей, если захотите, потом отдельное видео расскажу, и, собственно говоря, вот самое главное, а, стоп, есть еще проект Data, да, в котором собрано все, в том числе, вот то, что я уже говорил, ну, смотрите, во-первых, вот здесь вот есть сидирование, то есть, так называемый, класс, Database Initializer, который запускается, там, где-то в одном месте программы, который создает базу, да, кстати, раз это создает базу, вы можете использовать, в общем-то, я использую T-Framework, а для него уже на данный момент существует, как минимум, я точно знаю, три провайдера, то есть, MS SQL провайдер, который позволяет Entity Framework складывать данные в MS SQL, Postgres провайдер, который, соответственно, в Postgres SQL Lite, ну и там, по-моему, есть еще другие, Oracle, на самом деле, вот, ну, я именно из этих соображений взял Entity Framework, ну, я его еще, как бы, более-менее знаю, в отличие от других, вот, что здесь еще есть, здесь, ой, это я что-то перетащить попытался, опять же, вот, в папке Model Configuration с Base сделаны основные, вы можете их использовать, это очень просто, например, у меня есть, вот, Log, тот самый, та самая сущность, которая позволяет записывать информацию о бизнес-процессах, и здесь через Fluent API, вот, есть, пример создания базы, как называть таблицы, да, есть Application User Profile, так называемый, я все покажу, который вот, уже от другого класса унаследован, он может уже там, более сложный, то есть, у меня есть класс, опять же, если вернуться, класса моделей, то у меня есть класс Identity, и для него есть интерфейс, I have ID, и Auditable, ну, если, конечно, такое слово существует, насколько я знаю, такого слова нету, да, и для него есть интерфейс, стоит этот интерфейс показывать, он показывает все простые вещи, Created Ed, Created By, Updated Ed, Updated By, я, я в своих проектах обычно, обычно, ну, в общем-то, опять же, такое, для постраховки, да, я всегда Created Ed и Created By всегда заполняю, и это название, и это, то есть, имя этого пользователя, который создал, или там, идентификатор, неважно, и время его создания никогда не меняется, то есть, а вот дата обновления, то есть, Updated Ed, это Updated By, они могут изменяться, в общем-то, это не столько для UI, или для, так называемой, там, прикладных задач, необходимость, ну, в большинстве случаев, там, при общении с заказчиками, это очень сильно помогало, когда попытка доказать, я создавала, она не создавалась, ну, в общем-то, ну, это так, проехали, так вот, в данных, у меня здесь есть еще, я пытаюсь говорить быстро, хочу все втыкнуть в одно видео, но, видимо, не влезет, тоже есть некоторые там, в общем, все посмотрите, да, вот Application DB Context, это самая главная штука, которая наследник от Identity DB Context, тот самый Microsoft Identity, здесь, ничего нет, здесь, кроме логов и профилов, то есть, профили, профиль, опять же, пустой, на самом деле, вот в этом проекте, очень много, ну, ладно, скажу, очень много чего можно посмотреть, и, собственно говоря, передать к себе, здесь реализовано, на самом деле, очень много, всяких взаимодействий, там, для свагера, фильтров, для бэкэнда, ну, в смысле, ладно, поехали дальше, а то я не успею, ну, и, собственно, грязь, там, весь проект, который требует отдельного, разговора, отдельного, даже видео, но, если вот быть кратцем, то есть, папка App Start, в которой практически все параметры задаются изначально, ну, давайте я вам сразу покажу, Startup, ну, вот он вот так вот выглядит, аккуратненько, все настройки в отдельных файлах, и вот эти вот настройки можно найти вот здесь, то есть, вот они, то есть, это, это что-то другое, неважно, вот, ну, и, собственно говоря, здесь уже все настроено, подключено, так как оно, по идее, должно быть настроено и подключено, в частности, вот, подключается Swagger, Авторизм, адентификация подключается, здесь уже Корс Политика настроена, вы, в принципе, вправе, как нужно управлять, есть примеры, прямо в коде, здесь же подключено, Unit of Work, в общем, Identity подключено, ну, я бы сказал, что этот solution, этот шаблон, очень много примеров содержит, как нужно подключать, хотя бы, как минимум, да, как можно подключать те или иные сборки, в общем-то, если вот дальше, немножечко по порядку сказать, то есть папка Controllers, я ее всегда оставляю наверху, без каких-либо там, манипуляций, движений, у нее есть базовые контроллеры, о них нужно немножко остановиться, поподробнее, так, у нас есть, главный контроллер, который называется, так, Auditable, вот, ой, это вообще, какой-то Auditable ViewModel, странно, что он, конечно, что-то делает здесь, но, видимо, он и не используется, ну, давайте его удалим, не доделал, ну, ладно, бог что-то, так, у нас есть, вот, 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 как я и говорил, там, в начале, где-то, в предыдущих слайдах, у меня используется, Operation Result, так вот, первой в иерархии, самых главных контроллеров, который наследован, от базового контроллера, называется, Operation Result Controller, у него, собственно говоря, никаких методов нет, кроме того, что он умеет возвращать, Operation Result, то есть, что бы вы ему не давали, так или иначе, он это оборачивает, в Operation Result, и отдает наружу, дальше от него, наследником идет, Unit of Work Result, вот, смотрите, Unit of Work, он наследник от Operation Result, соответственно, все запросы к сущностям, все запросы в Unit of Work, то есть, к репозитории, будут возвращать, непосредственно, завернутую, в Operation Result, логику, здесь у нас еще есть, сам Unit of Work, и есть, аккаунт, сервис, который может, там, ну, в общем, если посмотреть, по возможностям, достаточно много, чего у него есть, все уже, как бы реализован, бери до пользы, есть еще, application settings, в котором, вот, ничего такого нету, кроме того, что, какие-то на настройки, названия, чего-то там, не важно, чего, есть настройки почты, в смысле, настройки mail сервера, у которого, как бы, какие-то парки есть, но, как бы, все, на самом деле, достаточно просто, ну, и, собственно говоря, его следующий наследник, это, вот, от Unit of Work, Returnly Controller, ну, в общем-то, это было сделано, с целью, простой, чтобы разграничить доступ, в общем, Returnly Controller, имеет, в арсенале, в своем, два ключевых метода, GetById, где-то тут, должен быть, и GetPaged, вот, больше он, на самом деле, ничего не умеет, но, от него, унаследован, в Writeable Controller, который, важный, который, ну, я вам могу показать, как он работает, ну, может быть, даже чуть, может быть, даже чуть позже, в этом видео, здесь реализованы, все возможные, все обязательные параметры, да, то есть, GetById, и GetPaged, уже реализованы, придут в наследнике, в ReadAonly Controller, здесь можно посмотреть, как работает Post, здесь можно посмотреть, как работает Put, и здесь можно посмотреть, как работает Delete, так вот, вот этого вам, вот, ничего делать не нужно, я сейчас объясню, почему, то есть, возможно, вам это не потребуется, просто, вы можете это взять, и раскрутить, как захотите, смотрите, допустим, у меня, допустим, у меня есть, вот, Values, да, он наследник от этого, ну, давайте вот так вот, сделаем, чтобы было, а, нет, ну ладно, бог с ним, не важно, давайте вот так, ну, где-то есть сущность, Lock, где-то вот, да, в моделях есть, вот, отлично, вот, и, давайте я прям сейчас создам, смотрите, очень просто, ну, у меня есть, ну, давайте, я сейчас, Lock, как называется, Controller, ну, я называю его, что в числе, Lock Controller США, в общем-то, давайте я вам покажу всю сразу хитрость, у меня есть такой сниппет, я сюда напишу название сущности, а сюда напишу название Controller, а сюда я нажму применить, мне R-Sharper, я сейчас надеюсь, все разрулит, да, почти все разрулил, вот одна красненькая штука осталась, ну, это нормально, это нормально, потому что у меня нету репарама, я все объясню, покажу, оно будет просто все обалденно работать, вот, и мы сейчас так вот сделаем, вот, собственно говоря, собственно говоря, вот, я сейчас запущу проект, давайте, я прямо сейчас вот это сделаю, сейчас он запустится, да, запустился, смотрите, вот, и я только создал этот, крут, процессор, и у меня появилось все сразу, одномоментно буквально, я сейчас попытаюсь пояснить по-быстрому, потому что что-то я уже как бы время затянул, может быть даже на два видео придется разбивать, ну, ладно, суть в том, что у меня есть пост, getById, getPage, put, delete, и еще два дополнительных метода, getViewModel для creation, и getViewModel для редактирования, ну, когда вы разрабатываете UI отдельно, в другом проекте, то иногда, вот это очень полезно, для чего это сделано, ну, давайте я с этим остановлюсь, немножко поподробнее, в другом месте, смотрите, у меня есть главная папка инфраструкция, в которой, собственно говоря, все наработки и лежат, во-первых, ключевым моментом для работы с Unit of Work, ну, то есть, с инфраструктурой, вот этого сервиса, так называемого микросервиса, важны три понятия, Factories, Manager и Validations, что это такое? Ну, перед тем, как перейти к этим понятиям, давайте я вам быстренько покажу, что такое Query Param, Query Param, это ничего другого нету, кроме как Page Index, ой, Page Index и Page Size, ну, еще там один дополнительный парамм, SortDirect Direction, то есть, направление сортировки, то есть, этот параметр, который прокидывается, вообще контроллеры, которые, Writable унаследованные, которые прокидывают вот эти параметры, Page It List, в методы контроллера, теперь смотрите, у меня, вот то, что я говорил, есть Factory, Managers и Validators, они сделаны хитрым образом, у меня, вот, если вернуться назад, к контроллеру, который называется, Writable, 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 элемент, я вот этот лишний метод сверну, ну, вообще, хотя, чего я сворачиваю, смотрите, что такое Factory, Factory выдает ViewModules, для конкретной сущности, по типу сущности, на ее создание, и на редактирование, эти два метода, я показал чуть раньше, для чего это нужно, смотрите, допустим, вы хотите создать, какой-то, ViewModule, какой-то, нет, какой-то модель, ну, например, отель, да, то есть, у вас есть сущность отель, у которой много-много параметров, но, у вас отель должен создаваться с предопределенными параметрами, там, название валюты, или в каком там город, подстановке по имени, не по имени, а по профилю пользователя, вот, для того, чтобы создать ViewModule, для этой модели, вам не нужно там, чтобы пользователь выбирал, и каждый раз подставлял в выпадающих списках, там, город, в котором он существует, или там, или функционал для этого, писать отдельный, вы просто делаете GetViewModule for creation, да, и, собственно говоря, система выплевывает, вот этот самый вот factory, да, сейчас покажу его, примерно, реализацию, то есть, вы имплементируете от этого метода, сейчас покажу эту реализацию в том самом, log-controller, вот, так вот, это, вот, у меня есть, допустим, здесь написано слово, hotel, и здесь какие-то есть свойства, а вот здесь ниже, у меня есть, log-manager, нет, дождите, вот он, log-factory, который вот здесь просто создает new view model, но вы-то можете сюда добавить свою бизнес-логику, здесь, сюда можете заинжектить, вот здесь маппер инжектится, да, можно сюда заинжектить, профиль пользователя, взять у него из профиля, там, город по умолчанию, или валют по умолчанию, и вот этот view model запихнуть нужные значения, что касается, generate for update, принцип тот же самый, вы можете взять и сделать здесь все, что хотите, в общем-то, ключевой момент, что вот это вот создание view model, и наполнение их для системы, оно вынесено в отдельную инфраструктуру, которая легко инжектится, и, собственно говоря, как вы видели, я просто создал, ничего не инжектил, а уже все как бы заработало, так вот, sorry, вот эти вот factories, они позволяют генерировать view model для создания и для редактирования, в этом сниппете, который я вначале показал, вот они создаются, а, даже вот, еще один для просмотра, дальше, ключевым моментом является, ну, давайте, валидатор, да, то есть, валидатор в данном моменте, он, вот что делает, я, перед тем, как ставить запись в базу данных, должен проверить, ну, здесь много написано, особо сюда, это базовый класс, смотреть нет смысла, но ключевым моментом в том, что, вот, смотрите, в авгайта был, вот, метод пост, вот этот самый entity manager, у которого внутри лежат factories и в том числе валидатор, выполняется, ну, что с функцией, например, вот, валидатора проверяется необходимость остановить дальнейшую обработку, да, если она необходима, тогда вызывается роллбэк у транзакции, кстати, все это делается в транзакциях, которые у юнитворка берется, и после этого идет по, так называемому, пейплайну, когда он постепенно обрабатывает все параметры, у entity manager есть куча, как сказать, методов наследников, которые, вот, смотрите, на create хендлеры, можете их с каждым менеджером, у каждой сущности есть свой менеджер, в котором есть свой собственный обработчик на конкретный этап пейплайна, прохождение параметра, мере сохранения, вы можете реализовать свой собственный функционал в поводу того, что там подменить модель, заменить, давай, я буду, когда показывать пример, как это работает, все покажу, и для апдейта такая же фигня, извините за мой французский, существует, так вот, менеджеры, внутри каждого менеджера для каждой сущности содержится валидатор, который проверяет все viewmodules на их необходимость, на обязательность, и бизнес-логику туда же можно запихнуть, и factories, который просто генерит как раз эти самые viewmodules, так вот, вот этот вот сниппет, автоматически создал мне все, но все за исключением чего, за исключением того, что, есть еще такое понятие как маппер, о котором я говорю, ну, то есть, у меня вот есть лог, есть лог viewmodel, а вот этот мап, то есть, так называемое, сопоставление типа, одного типа с другим, он создается автоматически, но, как вы видите, они все, все свойства всех мемборов заигнольны, то есть, я не могу предугадать, какие вы будете создавать сущности, с какими viewmodules, здесь нужно будет просто вот эту строчку убрать и настроить мапу по-своему, то есть, на конкретно к каждой сущности, я думаю, что я покажу это в следующем видео, вот, ну, и, собственно говоря, вот все вот эти вот штуки нужно, ну, вот, если хотите, я даже могу показать, ну, ну, у меня есть, вот, я могу вот этот вот, метод, сейчас делаем этот класс, вот, тут сколько всего создано, так, вот контроллер, я могу сказать, вот, lock and factory, перекинуть, в контроллеры, ну, зря я, конечно, контроллер сделал, но, ладно, lock factory, я должен принести, вот, таким вот образом, у меня, вот это вот все, будет сложено, конкретно, по каждой, ну, то есть, у каждой сущности будет свой валидатор, давайте, сейчас, правильно принесу, другую папку, называется, папка, да, да, хочу, ой, там, она, говорит, уже есть, ну, да, не принесла, нет, вот, валидатор, вот, валидатор, ну, ладно, есть, так, lock manager, я перенесу, ну, managers, о, отлично, вот, ну, я еще пока, честно говоря, не научился, чтобы вот этот вот, сниппет создавал все нужные вещи в нужных папках, хотя, в принципе, тоже возможно, я научусь, и потом вам покажу, но, суть в том, что у меня, получается, в каждой папке будут собраны менеджеры каждой сущности, может быть, тут десятки, сотни тысяч, это было в одном из моих проектов, вот, что-то я заговорился, ну, всего уже наговорил, давайте будем завершать, так, как будем завершать, очень просто, так, перейдем к следующему слайду, в общем-то, установка шаблона, вы можете скачать вот этот шаблон вот здесь, а, знаете что, давайте я вам это попробую показать, вот, я открыл страницу этого, как его, гитхаба, вот, собственно говоря, здесь все, что есть, вам, для того, чтобы этот шаблон установить, да, кстати, здесь вот есть презентация, которую вы сейчас видели, это база для создания шаблона, это сам проект, на основании которого это сделано, в принципе, вы можете его рассмотреть, разобрать, в общем-то, вот он этот шаблон, как его, как его сделать, то есть, я его должен вот сохранить, я его должен сохранить в правильную папку, в данном случае, эта папка называется, Visual Studio, мои документы, Visual Studio, Template, Project Template, ну вот, можно прям вот, вот сюда, вот так вот, сейчас, что-то мне большое окошко не вылезает в экран, вот, я его прям сюда сохраняю, и единственное, что мне теперь остается, смотрите, давайте я сейчас вот, 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 прям вот, вообще все, с самого начала покажу, давайте вот, закрою, где тут, Close Solutions, вот, так, стоп, ну, у меня Visual Studio, 20.19, как вы уже поняли, поэтому, я вот, нажимаю, создать new project, у вас, в принципе, это будет, если даже 2017, у вас будет принцип тот же самый, создать новый проект, и вы увидите в списке шаблонов, вот такую вот штуку, если вы все правильно скопировали, то куда нужно, вот, .NET, микросервис, template, я нажимаю дальше, она мне предлагает, номер 2, в папку, Project, отлично, отличный вариант, вот, у меня создался тот же самый проект, на котором я вам сейчас показывал, сейчас у меня идет восстановление, наггет пакетов, я думаю, что это займет много времени, Ресторик, дальше, что мне здесь нужно, первым делом, мне нужно подключиться к базе данных, и создать ее, смотрите, у меня, вот здесь, в .data, папка migration нету, поэтому, мне нужно подключиться к базе данных, и создать базу данных, где я должен хранить пользователей, что для этого нужно, все очень просто, я открываю development, у меня здесь вот написано, это хрень, мой компьютер называется, калабук, у меня есть SQL Server 2016, в общем-то, все, базу я создал, ну, вернее, я вот создал подключение к базе данных, теперь еще один момент, я пока не нашел, как это настроить, но здесь вот есть, свойства в проектах, в билде, нужно поставить галочку, чтобы Swagger правильно откомпилировал, проект, и запустил его, вот, теперь, вот, у меня тут что-то еще совсем пусто, я знаю, что у меня база есть, поэтому я сделаю, дроп database, обязательно нужно выбрать проект, в котором лежит, application db context, то есть, непосредственно, сам database context, сейчас она меня спросит, что хотите удалить, ну, должна, вот, спросила, потому что я вам уже пример показывал, у меня база есть, вот, у меня сейчас базы нет, то есть, она абсолютно чистая, ну, и, собственно говоря, я должен сделать первое, что написать, getMigration, пусть он называется initial, ну, просто мне так нравится, вы как хотите назовите, в папке .data у меня появились migration, вот, вот все таблицы, которые будут созданы, теперь, что мне еще остается, мне остается только написать update database, пусть будет database, проект .data, нажимаем enter, сейчас у меня будет создана новая, абсолютно чистая, в смысле, база данных, будет достаточно быстро, я надеюсь, создана, потому что, что-то я уже и так затянул все сильно, отлично, пошло создание, ага, то есть, вот, на данный момент, собственно говоря, я могу запустить систему, вот, она запустилась, смотрите-ка, у меня уже какой-то другой номер создал, отлично, вот, я вижу то, что я вам показывал, тут у меня сейчас, один момент, сейчас мы найдем, как там я создал клиента, в смысле, пользователя, в сиде, вот, у меня создается один девелопер, микросервис, с yokmail.com, пароль, раз, два, три, раз, два, три, с вопросом, ой, с последовательным знаком, то есть, если я сейчас напишу, а, у меня вот уже, здесь, кстати, обязательно выбрать, нужно скоп, потому что identity сервер может выдавать по скопам, ну, он настроен так, что можно было их выдавать разными, о, в базе пользователей есть, я уже авторизован, значит, если я сейчас нажму, допустим, где мой профайл, try get profile, что я вижу, ну, вот он сам, тот самый operation, результат, у резалта, вот, значение, вот этот вот, упс, модель, окей, error, ну, ну, в общем-то, вот, operation, результат действий, я получил профиль, в котором есть какие-то роли, права, вот, теперь смотрите, допустим, если я нажму выйти, и еще раз повторно вызову этот метод, ну, как вы понимаете, вот, 401, а на вторая есть, в общем, думаю, надо завязывать, потому что уже я и так, слишком затянул все этот процесс, ну, здесь, здесь, наверное, все, в общем, вот эта вот система, вот этот вот шаблон для микросервиса, полностью готов к работе, на нем построен уже не один реальный коммерческий проект, я решил просто этим поделиться, ну, вернее, не столько поделиться, сколько выложить это все, завернуть это в шаблон, и просто, может быть, вы мне подскажете, как на самом деле, чего там оптимизировать, добавить, удалить, было бы неплохо, на самом деле, получить какой-то фидбэк, так называемый, вот, что и как, куда скопировать, как запустить и настроить, я показал, изучайте проект, если, допустим, вернуться обратно, еще раз повторюсь, что вот ссылка на сервис, куда положить, вот, вы тоже видите, можно, в принципе, положить в любую из папок, вижу, C-sharp, или в корни бросить, реально не педалить, главное, чтобы было в Project Template, вот, дальше, а, вот, ну, наконец-то, спасибо за внимание, как получается, и давайте подведем итог, итак, о чем этот ролик, мы, посмотрели, что, мы немножко посмотрели, что такое микросервис, что, с чем его едят, я предложил вашему вниманию, шаблон микросервиса, для создания проекта, на платформе, .NET Core, я показал, как это все подключить, к базе данных, я показал, Security, как работает, что оно уже здесь все настроено, я показал, создание контроллера, что, собственно говоря, вы можете не сниппетом пользоваться, а просто, создав нужные оверрайды, от нужных классов, сделать, любую, собственно, функционал, ну, и, собственно говоря, вот, если, это видео наберет, определенное количество лайков, я покажу, как, на примере, вот этого шаблона, сделать, ну, например, блог, то есть, там, пару-тройку сущностей, ну, или вы предложите, как его сделать, может быть, у кого-то есть, какие-то пожелания, да, там, например, сделайте мне блог, или покажите, как сделать, там, систему, там, ну, я не знаю, но придумайте что-нибудь, вы же умные все люди, вот, все, на этом буду завязывать, потому что уже что-то как-то устал, во-первых, во-вторых, дальше, как бы, по идее, выходит на следующий уровень, что нужно прямо написать, хотя, все примеры в шаблонах есть, наверное, хорош бы трындеть, всем спасибо, а, забыл поздороваться, здрасте всем, и до свидания, пишите комментарии, пожалуйста, ставьте лайки, это очень важно для меня, это говорит о том, что, я востребованно, трачу время, подписывайтесь на канал, чтобы узнать о новых видео, и пишите комментарии, другое, объясню, спасибо, Продолжение следует...